Всем привет! Вы на канале Кукушоу, а я сидел на рыбалке. Сегодня я один, сонный, не выспавшийся, как и положено. Приехал я на наше излюбленное фидерное место этого года, 2023. Здесь мы отлично порыбачили дважды уже. Ключу план такой, встать, хорошечно отловиться, кайфануть просто. Ну и уже с таким обалденным, кайфовым настроением вернуться завтра к работе своей. Ну вот, товарищи, удочку мы связали, с Настей собрали. Посмотрите, что получилось. Какая красота. У нас я изменил длину отвода для кормушки. Поводок этот. Я его удлинил, здесь был он короче, пришлось поменять. То есть, здесь чуть-чуть больше 10 сантиметров. Это для того, чтобы самоподсекание было лучше. Здесь я вплел фидергам. Сделал здесь затягивающие петли, такие вот, чтобы он не слетел. Ну и к фидергаму, соответственно, тонюсенький поводок. Абсолютно незаметный. И с небольшим крючочком. Здесь от отвода до крючка где-то 50 сантиметров. Может, 45. Начнем с такого расстояния. Подумимся, что будем что-то менять. Так, теперь нужно замешать прикорм. Что сегодня у нас будет прикормом? Я вчера вечером сварил кашу. Это я сделал переловку. И туда добавил кукурузную крупу. Ну, что так, подъезья ароматика была. Вот. Вот у меня кашка. Я сделал ее влажную, не сухую. Для того, чтобы, возможно, получилось без добавления воды. Так, мы по суше выйдем. Так, что у нас здесь есть? А у меня остался один прикорм, правильно? Выбора ошибка нет. Я думаю, что весь этот пакетик сюда и высыпаем. Какой-то подсекайка. Замешиваем это дело. Ну, не. Придется воды все-таки добавить. Воды всегда добавляем чуть-чуть. Прям помаленько. Не льем от души. Потому что Тогда прикорм станет слишком липкий. И плохо будет вымываться Из кормушки. А нам липкости-то нужно. Чтоб он долетел до места. Ну, и может, первый там 20-30 секунд. Ну, то есть, до дна дошел. А потом незачем. Пусть лучше он выгружается. Создает Закормленное место. Создает ароматику. Пускает ее ниже по течению. Тем самым, привлекая Рыбу на точку. Почему фидер Рыбалка фидером Этим способом Очень часто Остается успешной. Ну, или получается успешной. Дело все в том, Что здесь Рыбы может не быть В том месте, где мы рыбачим. И она не чисто случайно туда попадется. А принцип в том, Чтоб она попалась туда специально. Что для этого делаем? Для этого мы Место закармливаем Двумя видами прикорма. Одно Это, которое в основном покупные. Они же очень мелкодисперсионные такие. Они дают Аромат. Второе Это какая-то каша обязательно. Каша, что-то крупное. Можно кукурузу добавлять и так далее. Это дает Закормленное место. То есть Прикорм остается тут. Так вот Когда мы забрасываем Очень важно В одну и ту же точку. Не на обум Не на глазок А по клипсе. Чтоб четко в одно и то же место. Мы забрасываем И Ароматика Она по течению Очень хорошо, Что было бы течение на водоеме. По течению Ароматика идет вниз. Создается шлейф Длиной Может даже до 100 метров быть. Где Рыба его ощущает И начинает двигаться Типа откуда Откуда этот запах. Но этим запахом Она питаться не может. Ну может мелкая какая-нибудь И может Типа песчинками наестся. Но в основном Это Смысл в том, Чтоб именно она начала движение. Подойдя к точке Чем ближе она к ней будет подходить Тем Ароматика будет сильнее Подойдя к точке Она обнаружит там Ту самую кашу Кукурузу И так далее То, что действительно Ее заинтересует Заставить ее Остаться на этой точке И мы будем ее Оттуда ловить Вот И все Поэтому Если поддерживать Темп закорма То есть постоянно Перезабрасывать Перезабрасывать Не раз в час Полчаса А каждый Максимум 5 минут А лучше даже Чуть быстрее В начале особенно Тем быстрее И с большей вероятностью Рыба придет На вашу точку И будет там стоять Тут единственное Надо точку Хорошо подобрать Лучше всего Под свал еще То есть Рыба когда придет На точку Ей бы тоже Хотелось бы Остаться в комфортном Для себя месте Буквально Но в принципе Им на том Это активное Активное Активный призыв Нашего улова На точку Где мы его ловим И поэтому Мы его оттуда Вытаскиваем Отсюда и все соревнования По фидерному Спорту И так далее Что ты стоишь На одном Каком-то секторе Возможно У тебя рыбы нету У соседа У него там была Изначально Но здесь Кто умнее Сделать прикорм Это по сути Соревнования Вот этих вот прикормов Ну и снастей У кого более там Чуткий поводок Подсекательство И так далее И то на соревнованиях Сейчас это очень Регламентировано Жестко То есть там Один и тот же Вот этот лейнлайн Снасть Скользящая И поводок Ну поводком Тут можно играть конечно Крючком Поводком Ну и дальше Люди соревнуются На вот этих вот вещах Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Значит фидер Я тут советов понадавал Не знаю надо вам не надо Если надо Напишите обязательно В комментариях Я могу сделать вообще В принципе видос Ну фидерная как бы рыбалка Простым языком Могу просто Ответить на вопросы Ну в видосах следующих Объяснять такие моменты Вот Поэтому Не забываем писать Это как бы Блин Кайфово Когда есть обратная связь На этом товарищи Давайте прощаться Подписываемся Ставим лайк Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok